Вот это самое страшное слово. Вечная гибель. Помните, вечность, вот с самого начала лекции я об этом говорю, вечность не есть нагромождение времен и веков друг на друга. Вечность не есть бесконечная последовательность рельсов, в которые вот каждое столетие лежит отдельной шпалой, и мы громыхаем по этим рельсам, перекатываясь из одного столетия в другое. Нет, вечность это то, что над шпалами. Вечность это то, что над временем, там времени нет. И ангел, показывающий Иоанну, богослову, картины апокалипсиса, дает ему страшную клятву. Вот, времени больше не будет. Времени не будет, а мир останется. Так было в начале времен. Когда мы открываем первую страницу Библии, то читаем, в начале создал Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, Бог Божий носился на рвадами. А затем сказал Бог, да будет свет, и стало так, и был вечер, было утро, день первый, день один. Смотрите, что, вот в том представлении, что я говорю, что здесь важно в этом рассказе? В том, что в начале возникает мир, потом возникает время. Это, конечно, особо разговорно, просто помните, вот это вот в начале, первые слова Библии, в начале, имеют не временной смысл, а, если хотите, онтологический, или, грубо говоря, пространственный. Потому что, вот, как мы говорим, слово в начале, наречие в начале может быть обстоятельством места, а может быть обстоятельством времени. Мы можем сказать, в начале я пошел в кино, а можно сказать, в начале улицы стоит кинотеатр. Так вот, в начале Бог создал землю и небо, всегда православная традиция понимала, что не в первую очередь Бог создал небо и землю, а в том, что в некоем начале, энерхе, в логосе, в разуме своем, Бог создал небо и землю. То есть, сначала возникает некий замысел мироздания, а потом этот замысел развертывается во временном потоке. Так вот, сначала создается некий замысел, потом, логический потом, механологический потом, потом создается некая аморфная масса материи, вот эта вот бездна, над которой витал Дух Божий. И затем она разрубается, и в нее врывается время, врываются процессы. Ну, физики тоже знают, что далеко не для описания каждого физического процесса необходимо ввести параметр времени. То есть, есть такие грани нашего, даже материального мироздания, при описании которых временной параметра не должен учитываться. Так вот, и в конце времен таким станет вся сумма бытия. Мир будет, Бог будет, люди будут, а времени не будет. Мир начал быть прежде времени, и он будет после времени. Так вот, то, что находится по ту сторону времени, это и есть вечность. И вот там вечный Бог, или вечная радость пребывания в Боге, радостного соучастия в Божьем бессмертии, или же то, что называется вечные муки, ад. Это ощущение, состояние плененности Бога. Потому что о том же периоде, в котором нет периодов, не вечерних дней, о том же говорится апостолам Павловым, тогда, когда времени больше не будет, Бог будет всяческое во всем. Если Бог все во всем, где ад. Ответ может быть только один. В Боге же. И поэтому можно вспомнить слова, мысли Григория Богослова, который говорил о том, что, вот если я своими словами пробовал предать, я его удержану передать своими словами, его мысли, то она будет звучать так. Свет божественной любви и огонь ада – это одна и та же энергия, но воспринимаемая по-разному. Тем, кто научился любить, свет Божьей любви в радости. Тем, кто не приучил свою душу к любви, он будет в горе и в муку. «Вокруг Бог, а в моей душе – пустота». Вот в такой... То есть ад не вне человека, ад внутри меня. Есть такая очень глубокая мысль в христианской традиции. Врата ада заперты изнутри. Ад – это не концлагерь, в котором Бог запирает людей, а это темница, в которой человек сам запирает себя. У Аббадрофея преподобного есть такое описание. Он говорит, что попробуй уйди в свою келью, запрись в ней и просиди в ней хотя бы три дня, без книг, без бесед, без молитвы и даже без пения псалмов. Попробуй побудь хотя бы три дня в состоянии, когда ничто извне не проникает в твою душу. Создай себе такую одиночку, и ты увидишь, как начнут терзать тебя твои же собственные страсти, твои собственные грехи. Вот, там, где нет времени, там воцаряется вечность. В чем застану, в том и сужу. Вот слова Христа. Человек выбирает себе образ вечности. Или такой, или иной. Там, где времени больше не будет. Субтитры подогнал «Симон»